Давай! Опа! Опа! Пятилетнего Андрюшу крещенскими омовениями не удивить. Он купается в проруби второй год подряд. Инициатором был папа. Для него это и религиозный обряд, который помогает стать духовно чище и отличная закалка для здоровья. Андрю, как ты себя чувствуешь? Скажи, тетя. Не, повернись, тетя, скажи. А что? Хорошо. Три раза окунуться в святую воду и перекреститься. В купель на озеро Семязино совершить старинный обряд в эту ночь пришло больше трех тысяч человек. Кто-то глубоко верует, соблюдая все церковные каноны. Кто-то делает это ради закалки. А для многих это хороший повод стать немного ближе к Всевышнему. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Водичка как бы освежает, потом ощущения такие, как будто прям очистился, так прям хорошо. Как раньше начали купаться, так всегда едем купаться, ну сколько лет. Какой вот результат от этого всего ощущается? Ну не знаю, мне кажется, я не болею, потом целый год после этого. Галина Матюшина в крещенскую ночь в прорубь не окуналась. Она обливалась из ведра святой водой с купели. Женщина уже много лет работает над своей закалкой. Закаляться теперь учат о своего мужа. Говорит, главная цель таких упражнений – укрепить здоровье и продлить молодость. Поделитесь советом, как пережить вообще вот эту холодную воду, что нужно сделать? Вы знаете, это надо настроить себя. Вот вы себя настроите, вам тепло, хорошо от этого. И на самом деле это будет хорошо. Вот мне даже жарко, вот я сейчас облилась, мне жарко. Толщина льда на озере сейчас больше 30 сантиметров. Купели обнесли сеткой, чтобы не случилось несчастье, и человека не затянуло под лед. Около проруби постоянно дежурят два спасателя с обеих сторон. Работают сегодня они до последнего, желающего искупнуться. Бывает человек подготовлен, он зашел, спокойно окунулся и спокойно также вышел. Некоторые бывают на эмоциях он заходит, а тут начинается или что-то свело, или просто организм не подготовлен. Вот за этим, грубо говоря, мы и следим. И что в таком случае не делаете? За руку берем, помогаем выйти. Рядом дежурит карета скорой помощи. Медики говорят, что окунаться в святую, но ледяную воду не стоит людям с гипертоническими и сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенес инфаркты и инсульты. Поэтому прежде чем совершить обряд омовения, нужно подумать, не повредит ли это здоровью. Кстати, окунаться в Иордане владимирцы начали еще накануне днем. В 12.00 все купили, а в этом году у Владимира их 4, осветили священнослужителя. Хочется пожелать одного, что великий прекрасный праздник, и чтобы жители сюда приходят, чтобы они действительно очистились душой, наверное. И нам, в первую очередь, как администрации района, хочется создать для них позитивное настроение в этот прекрасный праздник и создать им комфортные условия. На озере Семятина в этом году развернули бесплатную полевую кухню. В меню гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Есть две большие теплые палатки-раздевалки, отдельно мужская и женская. Рядом стоят бочки с кострами. Погреться в крещенскую ночь можно и там. Таинство крещения еще называют рождением от воды и духа. Благодаря такому обряду человек становится ближе к Богу, получает его покровительство и поддержку. Плюс крепкое здоровье и отличное настроение. Влада Миткова и Артем Горчаков, 6 канал.